приветствую всех пользователей ютуба попали на проект аэрографы я сегодня постараюсь максимально коротко но при этом емко рассказать про тип управления аэрографом это достаточно такая простая сказалось бы тема но бывает достаточно болезненно для новичков потому что потому что потому что не все понятно давайте начнем с самым популярным это двойного независимого действия аэрограф его тачки бит c2 вот это сам популярная версия который будет двойное независимое управление это там все аэрографы у хардера которые по серии там эволюшн ультра инфинити это почти вся его то и вот кстати да у его то есть только одинарное действие салон сколько я знаю автоматов по у них нет вот но и прочие производители там на той же в основном даже китайцы копирует им двойное независимое действие действие что это такое почему двойное независимое двойное независимое оно потому что у нас западающий триггер у нас управление аэрографом идет два независимых действия первое это нажатие триггера вот я его нажимаю да у меня начинает дуть воздух второе это какой смешной звук а второе это когда я оттягиваю аэрограф назад триггер назад да и начинает идти краской сейчас я подключу краску здесь будет видно вот здесь можно как каждое из этих движений на что краску что воздух сделать независимо чего триггер западает странно вроде аэрограф не пользованный начинаю краски оттягиваю триггер назад шла у нас да вот видно струя больше оттягивать соответственно больше струя сейчас компрессор остановится вот почему это самое популярное самое распространенное самое удобное вариант управления потому что есть полный контроль вообще над любым невозможным движением то есть у вас из чего формируется факел это воздух плюс краска на материал и вот здесь у вас идет полный контроль независимый над тем над другим но это соответственно там золотое правило до аэрографии когда вы делаете простые работы это вы начинаете с воздуха и заканчиваете вот то есть открыли воздух поработали там оттянули краска до закрыли краску убрали палец подняли убрали воздух начнут брызги там так далее но есть техники в аэрографии там до рисунка когда используется специально это возможность оттянуть сначала краску да потом уже нажать на воздух когда допустим тогда структуру там какие-то различные дела текстуры да особенно там камень вот одна из таких простых текстур там типа гранита когда можно вот именно нужно крупная капля до достаточно мономерного распределения по поверхности это делается именно таким способом сначала оттягивается триггер да когда начинает поступать уже краска у вас на иглу потом это все дело выбрызгивается просто ну как сейчас не получил собственно остатки то что было в аэрографии у вас все дела выплевывается такой достаточно крупной каплей на работу ну вот то есть это максимальная гибкость это максимальная максимальный контроль над всем что можно там и на тонкой линии то есть да там можно воздух чуть чуть больше чуть меньше в небольшой степени но за позволяет его открыть на чуть-чуть чуть-чуть эти ночи с краску здесь надо прям слегка вот не сбрасывая давление очень гибкая система при этом у него есть естественно свои минусы в плане того что она пожалуй самое сложное хотя по сути ничего сложного не когда к ней привыкаешь вот есть да но здесь именно то что надо всегда не забывать о том что если вы будете просто тянуть за триггер то работаю придет негодно с тем что я просто за забрызгать краской залетесь как бы да то есть именно вот это вот правило к нему надо привыкнуть и для новичка это бывает сложно что сначала нажали потом вытянули да потом как бы отпустили сначала вперед триггер да не отпуская именно нажатия потом уже подняли палец поэтому если у вас какие-то сложности с координацией то наверное стоит возможно такие другие варианты управления которые сейчас расскажу дальше потому что может получиться как у той девочки которая плакала в новом бмв да что педальки 3 а ножки две вот но это редкий случай на самом деле поэтому он самый популярный самый распространенный аэрограф двойной независимой аэрографы двойного зависимого действия или так называемый автомат у меня есть ханса 281 или вот графа такой немножко мутненький харден стэм и графа покажу на примере ханса потому что она красивые потому что потому что у нас верхняя чашка удобнее и быстрее что такое двойное зависимое действие нет необходимости нажимать на триггер то есть как надо было зависит сначала нажимаем подаем воздух тогда потом уже оттягиваем для краски здесь у нас такая же по сути система подачи материал то есть игла зажата в триггере но не совсем триггере здесь там кому будет интересно я потом разберу такой аэрограф в следующем видео сделаю обзор по тому графу скорее всего вот есть у нас автоматически идет подача воздуха сейчас я его подключу и покажу проще мы начинаем тянуть триггер его не надо нажимать он не нажимается начинаем тянуть триггер и воздух сам подается то есть сначала он тоже подается немножко что удобно там дали каких то есть нужно что-то аккуратненько там сдуть или как-то больше сколько в компрессоре подано давление потом у вас начинает подача материал сейчас я его слегка заполнил она немножко мимо бывает начинаем тянуть для подачи воздуха сухая рука нет материала тянем дальше когда вы пошла потихоньку строя тянем больше пошла строя больше вот это есть автоматическая либо двойная зависимое действие в чем преимущество недостатки но преимущество конечно что что для новичков наверное это будет удобно в плане того что вы не надо там слишком сильно замудряться на и задумываться о том нажали не нажали и отпустили не отпустили то есть это такой были простой вариант это как коробка автоматом на машине нажимаете одну педальку едете но с точки зрения недостатков когда у него меньше гибкости именно по каким-то изощренным не особым методом работы с аэрографом да когда нужно когда нужно не просто когда по золотому правилу действует сначала подать воздух потом подать краску потом завершить воздухом да что-то измудряться но в принципе для большинства задач в плане моделизма каких-то простых работ этого будет вполне достаточно с двойным зависимым действием там это поэтому на самом деле очень популярные модели любые модели док-хансон но свое место они имеют безусловно да и свое удобство у них есть далее следует аэрографа одинарного действия вот здесь есть некоторые путаницы которые хотел немножко подробнее рассказать потому что сейчас я смотрю даже в комментариях вот уже общался с одной девушкой попадают даже простые пользователи кто немножко не понимает что такое одинарное действие вот и на примере кстати вот спармакса удивлен конечно было их таком решение то есть вот у них аэрограф который так рекламируется о том что он такой замечательный аэрограф который вообще двойного независимого действия с возможностью перейти на динарное действие и одинарное заключается в том что у нее есть другой такой другой якобы клапан воздушный на то есть не стоит стандартные которые работы как двойное независимое действие да и меняется работает как двойное зависимое действие но смех у меня вызвало то что это хлоп клапан выглядит примерно вот так не знаю видно нет то есть это по сути просто отверстие сквозное да вот такая втулочка с резьбой со сквозным отверстием там нету ничего реально ничего то есть да и вся одинарность действия заключается в том что сейчас я его поставлю вот и как я уже сказал этой девушки комментариях о том что для меня это как бы извращение какой-то жесткой форме потому что как только мы отключаем это аэрограф к воздуху у нас получается для одинарное действие мы контролируем только краску и принципе да кстати там видим что то есть не обманули вот мы контролируем краску у нас аэрограф одинарного действия но извините вашу мать этот аэрограф который будет постоянно дуть действовать на нервы компрессор будет постоянно работа перегреваться на отключать его у вас будет я тоже представляю ситуацию там да когда у вас там какие-то краски намешанные в пластиковых баночках так далее вы ставите на подставку это аэрограф постоянно дует одинарного действия и сдувает чертой матери стола там да и вокруг вас получается абстрактная такая работа на ковре который вряд ли вы сможете задорого продать но тем не менее это как бы сейчас особенно как ладно спармакс у них хотя быть реально двойного независимых действий аэрограф который как бы некий такой маркетинговый ход как второй дополнительный вариант это аэрограф двойного а точнее одинарного действия но конечно это это порнография на мой взгляд это никакой не одинарное действие дверном в действии выглядит не так вот но самое плохое то что многие китайцы сейчас этим пользуюсь сюда как бы да и продавцы китайцев пишет о том что это яра вортом одинарного действия хотят экономит видео по скоской просто деталь кат cul everybody вместо каких-то мелких там до штоков там и резиночки столь над остальном когда должен быть клапанов сделан они просто дают удастывают пустошку как на самом деле должен выглядеть аэрограф рукав одинарного действия, так как на самом деле должен выглядеть аэрограф одинарного действия. Вот у меня, например, Бадгер 200-ый, Made in USA, а это аэрограф одинарного действия. Аэрограф одинарного действия также есть у EWATA, он по-моему HPSAR называется, если не ошибаюсь, вот, но в целом их китайцы очень любят делать. Что такое одинарное действие, это очень просто, у нас есть одно нажатие, как баллончик с краской, то есть я нажимаю на триггер, у него идет только нажатие, то есть он никуда не оттягивается назад, вот, и идет сразу же смесь, воздух который забирает краску, то есть по сути здесь есть очень большой недостаток в том, что как бы единственный настройка это вот эта крутилочка, здесь ее крутишь и игла отходит, то есть нужно больше материала, сейчас я ее открою, мы ее там, да, открутили, закрутили чуть назад, пойдет, ну еще не видно, наверное, да, вообще вот, у нас идет настройка, вот, видно, да, то есть тонкая, толстая, да, да, по сути, у нас проблема в том, что никогда не перекрывается игла, то есть мы управляем только воздухом, соответственно, у нас краска будет накапливаться на конце, на сопле, на конце иглы, вот, и первое нажатие будет всегда плевком, поэтому такие аэрографы, на самом деле, используют, как правило, как вторичные, когда уже там какие-то фоном работы, или что-то такое, там, с заливками, потому что, как бы, не нас заморачивает, там, никаких оттягиваний, палец не устает держать, аж просто нажали, как бы, и все, и поехали. Вот, как я уже говорил, это самое простое, именно, сравнить его с баллончиком для краски, то есть там тоже, как бы, у вас нет возможности сильно регулировать, там, какие-то количество краски, там, да, как бы, давление воздуха и так далее, то есть просто нажали, и у вас есть краска, отпустили, нет краски. Вот здесь настройка есть, регулировка есть, это отличие, когда будет баллончик с краской, конечно же, вот, но регулировка это такая, которая невозможно пользоваться, по сути, когда вы реально работаете, то есть, когда перестали работать, там, да, что построили, начали заново. Вот, область с применением, конечно, сложно назвать, да, но, как я сказал, вторые аэрографы их такие берут, для каких-то простых там работ, когда нужно что-то там чисто красить, без каких-либо, вот, эффектов и пендрежей, и так далее. Вот это, что он реально называется аэрографом динарного действия, то есть у него в любом случае должен быть воздушный клапан, у него нет такого, что он там, да, постоянно стоит и из него дует воздух. Воздух перекрывается, вы подключили компрессор, если компрессор автоматик, то он отключается, когда аэрограф не работает, потому что воздух через него не идет. Если у вас постоянно дует воздух, то у меня такое впечатление, что это развод, на самом деле, я бы такие аэрографы сдавал обратно продавцу. Вот, и последний, последний сегодня аэрограф куркового типа. По сути, его тоже можно отнести к двойного действия, вот, потому что у нас сначала идет открытие воздуха, то есть вот, ну, как бы, круговый тип, понятно, то есть там мы держим в руке его уже как пистолет, и у нас идет не триггер сверху, да, который там нажимается либо оттягивается, у нас идет вот такой вот курок. На самом деле это очень удобно для тех, особенно кто привык, там, кто не привык к работе аэрографом, там, допустим, привык к работе керскопультом. Если нужны какие-то маленькие подкраски, что-то еще, то есть там вместо мини-жет и так далее, это очень хороший вариант. Здесь сначала подается воздух, то есть первый клапан открывается, да, то есть если присмотреть, как он сделан, там будет видно, что ее двойная, сейчас покажу на другом аэрографе, будет лучше видно, потом идет именно оттягивание иглы. Покажу сейчас материалом, немножко поставим, то есть вот там пошел воздух, нажали дальше, пошел на распыление. Здесь конкретно на этой модели у меня насадка плоской струи, но такие же бывают с кругами, факелом бывают достаточно маленькие сопла, то есть в принципе я знаю, что там люди такими даже пытаются как бы работать с какими-то достаточно тонкими детальными проектами, но на самом деле я не вижу, как это возможно, потому что по сравнению с аэрографом именно обычным, да, вот если взять тот же самый Sparmax, который меня очень сильно насмешил, то есть в чем разница, в чем преимущество такой хватки, почему триггер сверху, потому что у вас по сути держите аэрограф практически так же, как вы держите ручку, то есть вот я держу этот аэрограф с триггером сверху, я почти так же держал бы там, если я писал ручкой, вот, и именно вот эта вот какая-то, видимо, с детства там привитая школа, школьная привычка работать достаточно четко и точно вот таким движением, да, она и передается в аэрограф, там, да, в мастерство владения собственно этим аппаратом. Когда вы берете этот аэрограф куркового типа, то, ну, возьмите вот так и попробуйте там, да, да, если я смогу таким аэрографом достаточно похоже на то, что я напишу ручки расписаться, то расписаться таким вариантом будет невозможно, потому что, ну, как бы совершенно рульная другая хватка, другие ощущения уже, вот, и точность движения теряется. Поэтому, как правило, такие вещи все-таки берутся на какие-то такие работы, где не требуется какой-то точности, ну, то есть там с фоном работают, да, там, если в один цвет что-то красится, вот и так далее. Это курковый тип. Но на самом деле есть у Harder промежуточное решение, вот такой вот страшненький, достаточно непонятный аппарат, называется Calani, вот, мне Harder самому как бы нравится, я стараюсь, конечно, не уделять особого какого-то внимания тому или иному бренду, там, относиться ко всем очень непредвзято, вот, но сам люблю Harder, а то, что у меня такие достаточно интересные решения инженерные во всех аэрограф прослеживают, в том числе в Calani, то есть в чем разница между вот этим и предыдущим, который я показал, сейчас я переключу-то на этот воздух, то есть по сути то же самое, эти аэрографы точно также могут стать с курком, то есть у вас сначала идет управление с воздухом, на этом будет, не знаю, видно, не видно, там внутри и сначала идет движение, там вот есть другая железочка ходит, это открытие воздуха, то есть он открывается независимо, потом так он уже тянет с собой г Насбойок, видно когда игланочно двигается, то есть это два движения, которые как раз, ну здесь зависимо, то есть я не могу открыть материал, не открыв воздух, то есть это получается, что у нас двойное зависимое действие, вот, но здесь удобство ее в том, что у нас примежуточные некоторые. То есть, это, конечно, не как ручку мы его держим, но уже то, что палец сверху и какая-то в руке более привычная, что ли, да, сразу как бы хватка на то, что более точно. То есть, у меня впечатление, что вот этим аппаратом, даже как бы при всех равных, то, что вроде он практически уже самая там рукоятка, вот, там с одинаковым соплом будет работать удобнее с точки зрения точности, потому что как-то, ну, вот я даже вот ее просто в руке сравниваю, намного мне удобнее, я точнее смогу попасть там, да, что-то нарисовать, написать такой хваткой, да, чем обычно этот курок. Поэтому это вот есть такой промежуточный вариант куркового аэрографа, ну, наверное, он курковый, я не знаю, к чему отнести, он здесь даже не триггер, не курок уже что-то, что-то свое. Ну, давайте отнесем к куркового аэрографа, это калане. Вот, наверное, все. Я думаю, что я ответил на основные вопросы. Если у кого-то возникают дополнительные, можете написать в комментариях, я с удовольствием отвечу. Ну, в общем, это основные варианты аэрографа, которые бывают. На этом все, пока!